О новых подробностях по делу Цкаева и региональной конференции партии «Единая Россия» расскажем. Это новости на телеканале «Осетия» в студии Марьяна Айдарова. Здравствуйте. И коротко о главных темах выпуска. Я еду в город, потому что у меня не получается заниматься здесь. Вот уже 16 лет спортзал в селении Тарское не работает. Здание находится в плачевном состоянии и нуждается в капитальном ремонте. При этом желающих заниматься спортом среди молодежи немало. Как решить проблему? Все сами купили, никакие лекарства вы не покупали? Я ничего не покупал, а все мне здесь выдали. Народная оценка качества представителей ОНФ проверили эндокринологический диспансер. Наша съемочная группа тоже отправилась узнать результаты мониторинга. Всем ли довольны пациенты? Девочка, которая поет, 10-летняя Лада Шаталова покоряет пользователей интернета. О юном даровании расскажем через несколько минут. Новые подробности из уголовного дела Владимира Цкаева. Суд отклонил ходатайство адвоката Олега Дзампаева. Это значит, что ключевые доказательства из материала в дело не уберут. Такое решение вынес судья Олег Ачеев сегодня на очередном заседании. По его мнению, доводы, которые приводит сторона защиты, не имеют оснований. Кроме этого, на сегодняшние слушания не пришли сразу два адвоката, бывших полицейских. Причина – занятость на других процессах. Из-за этого в очередной раз слушание пришлось перенести. Напомним, сторона одного из обвиняемых требовала исключить ряд доказательств. В частности, речь шла о показаниях свидетелей и решении экспертизы. Просили исключить и судебный акт об исследовании тела Владимира Цкаева. Это единственный положительный момент, который на сегодня в нашем предварительном слушании был. Он огласил свое решение, что оставил без удовлетворения ходатайство Бязарова, адвоката Дзампаева. И перенес это предварительное слушание по той причине, что не явились два адвоката. Он просто, как судья, не имел права проводить по закону сегодняшний процесс. Конечно, у меня эти процессы отнимают много времени, сил, которые я могла бы потратить на воспитание своих детей. Суд принял решение о том, что закрытая часть процесса теперь будет проходить по понедельникам и пятницам. Адвокат семьи Цкаева Анжелика Сякоева уверена, что сторона обвинения нарочно затягивает ход процесса для того, чтобы истек срок давности сразу по нескольким пунктам обвинения. Она заявила, что потерпевшая сторона тоже не против того, чтобы дело передали прокурору для дальнейшего, более тщательного рассмотрения. При этом не исключают возможности, что сами будут заявлять ходатайство и настаивать на доследовании. Следующее заседание назначено на 4 февраля в 11 часов. Не совсем, что содержится в обвинительном заключении, мы согласны. Есть некоторые аспекты, которые остались без внимания, и мы хотели бы заострить на них внимание. Но для того, чтобы это сделать правильно, нам нужно заявить ходатайство, и чтобы в постановлении суда о возвращении дела прокурору были указаны на эти недостатки. Общественные помощники главы Северной Осетии встретились с жителями поселка Спутник. Говорили о проблемах, которые беспокоят людей. В основном жители жаловались на то, что военнослужащие паркуют свои машины во дворах. Это создает большие неудобства. Подняли тему и перебоев с водоснабжением. В некоторых домах в ночное время суток отключают холодную воду. На встрече приняли решение создать рабочую группу. В нее вошли пять жителей поселка Спутник. Теперь они совместно будут решать эти проблемы. Напомним, Институт общественных помощников заработал в декабре прошлого года. В его составе 130 человек. Инициатором стал глава республики Вячеслав Бетаров. С тех пор его помощники регулярно общаются с жителями всех районов Северной Осетии. Данная общественная структура создана для налаживания связи с администрацией городом, правительством республики, парламентом республики. С тем, чтобы эта возможность более доходчиво, правильно и своевременно доходила для главы республики и действующей власти. Во многих случаях информация искажается, доходит не своевременно, не в том виде, не в той форме, многое не исполняется. Не всегда об этом знает действующее правительство, действующая власть, потому что многие вопросы замыливаются на местах. Вячеслав Бетаров закончил встречи с жителями сел Алагирского и Моздокского районов. Встречи продолжатся в других. А в этих двух начинается следующий этап работы. Анализ обращений и решение озвученных проблем. О том, что планируют делать, сегодня журналистам рассказал пресс-секретарь главы республики Тимурас Калицев. Развитие нашей республики и улучшение благосостояния ее жителей во многом зависят от открытости власти, достижения поставленных целей. Посещая районы Северной Сети, участвуя в сходах граждан, глава республики добивается главного – решения проблем на местах. По итогам схода граждан в Моздокском и Алагирском районах проведен анализ проблем. Создан свод поручений главы органам власти. Контролью за исполнением этих поручений привлечены общественные объединения. А общественные помощники главы РСО «Алания», помимо прочего, должны помогать в реализации поручений непосредственно в населенных пунктах. Вячеслав Бетаров серьезно подходит к работе в подобном формате. И она, конечно же, будет продолжаться. Тимура Артабаева переизбрали секретарем регионального отделения «Единой России». Голосование прошло в рамках 28-й конференции партии. Также говорили о проделанной работе в 2018 году. По словам руководителя регионального исполкома Марата Едзоева, в прошлом году на формирование комфортной городской среды выделили более 170 миллионов рублей. В проекте участвовали 9 муниципалитетов. На эти средства благоустроили 34 дворовые территории и 10 общественных зон. А благодаря проекту «Народный контроль» члены общественного совета провели 5 рейдов в городских рынках и аптечных сетях. Кроме того, единороссы проверяли состояние летних лагерей, мониторили работу микрофинансовых организаций. Также собравшиеся говорили о планах и проектах, которые будут реализовывать в этом году. В этом году продолжим реализовывать партийные проекты. В этом году в рамках партийных проектов у нас заложена большая сумма по комфортной городской среде. То есть это общественные территории, дворы многоквартирных домов продолжим приводить в надлежащий вид. Также по детским проектам у нас большие планы. Нет условий для спорта. В селении Тарское молодым людям негде заниматься. Почти 20 лет спортзал находится в разрушенном состоянии. Молодежь вынуждена ездить на спортивные секции во Владикавказ. Но и это получается не всегда. Проблемы есть и с транспортом. Кто должен решить проблему, подробнее в материале моих коллег. Обшарпанные стены и потолок, разрушенные полы и выбитые окна. В таком плачевном состоянии здание спортзала в Тарском находится последние 16 лет. Чтобы заниматься спортом, местной молодежи приходится ездить в город. А это не так просто. Возвращаются зачастую поздно вечером, когда общественный транспорт уже не ходит. Я отсюда езжу в три часа и приезжаю домой в девять. Так как дорога до города очень далеко еще. И тренировки в это время начинаются так, как приходится ждать. И обратно, когда езжу домой, автобуса уже не бывает. Я жду, на попутках я иду домой. И таких ребят, как Чермен, немало. Местные жители говорят, в последнее время все больше людей уезжает из села. Родители хотят обеспечить своих детей лучшими условиями. В том числе и в спорте. Мы находимся в центре, где около 16 лет уже наш спортивный зал находится в таком критическом состоянии. Вся молодежь ходит в город. Кто успевает, кто не успевает. Кого родители отвезли. Кто в холоде зимой, обратно никак не могут добраться. И устали, честно говоря, наши ребята. В администрации пригородного района говорят об этой проблеме уже не первый год. Реконструкцию спортзала включили и в федеральную целевую программу развития физической культуры и спорта в России до 2020 года. В этом году обещают построить многофункциональную спортивную площадку открытого типа. Район выполнил все условия для того, чтобы в 2020 году прошла реконструкция этого спортивного зала. Заказали проектную документацию. Есть уже проект. Мы его направили в Минстрой. Проект пройдет экспертизу. После чего мы уже будем ждать, когда же будут выделены деньги на федеральный уровень, на реконструкцию этого зала. Жители села тоже запаслись терпением. Говорят, тут действительно выход один – ждать. Светлана Бхалагова, Габриила Гоглоева, Чермен Цураев. Новости Осетии. В штаб Общероссийского народного фронта в Северной Осетии поступили жалобы на эндокринологические диспансеры во Владикавказе. Речь шла о качестве предоставления услуг и о том, что некоторые лекарства приходится покупать за свой счет. Так ли это, выясняли представители ОНФ. Наша съемочная группа также отправилась на проверку в диспансер и пообщалась с пациентами. Результаты в репортаже Аланы Томаевой. Условия пребывания, питания, а главное – качество медицинских услуг и наличие препаратов. Представители Общероссийского народного фронта сегодня проверили республиканский эндокринологический диспансер. Мониторинг провели в рамках проекта «Народная оценка качества». В первую очередь пообщались с пациентами. Опросили порядка 15 человек как в дневном и круглосуточном стационаре, так и в поликлинике. Получили только один негативный отзыв. Вы считаете, что вам здесь не оказали должным образом услуги? Когда пришел сюда, тогда мне было 13 градусов, 12-13. Сегодня померили 10,5. Представители ОНФ постарались решить проблему на месте и выяснили. Пациент поступил с повышенным артериальным давлением. Врач подобрал подходящий курс. Лечение продолжат. При общении с врачами было выяснено, что все-таки есть какие-то индивидуальные особенности каждого организма. И эффект бывает разный. И к этому нужно также быть готовым. Лечение не всегда проходит одинаково. И очень важно бывает учитывать индивидуальные особенности организма. Врачи нам пообещали, что все-таки этот индивидуальный подход будет обеспечен. И тот эффект, которого человек ждет, попадая сюда, он его будет достигать. Остальные пациенты отзываются об условиях в диспансере положительно. В первую очередь о персонале. Говорят, врачи здесь не только профессионалы своего дела, но и чуткие и внимательные люди. Медперсонал, врачи тут, медсестры, они вообще хорошие. Относятся людям как по-человечески. Вот их общение уже плюс, мне кажется. Это очень важно. Пациентов попросили заполнить и анкета. Вопросники несколько пунктов. Это доступность информации о центре, комфортность условий, время ожидания, компетенция персонала и качество услуг. Выяснилось, что вся необходимая пациентам информация в свободном доступе. Есть и горячая линия. А в самом центре работает школа диабета. Питанием пациенты также довольны. Отлично, честно. Если бы меня дома так кормили, я бы расстался. Члены УНФ также выяснили, что время ожидания для пациентов стационара не превышает двух недель. Записаться просто, достаточно позвонить. Препаратами пациенты также обеспечены. Я лежу первый раз, очень довольная. Внимание великолепное просто от девочек. Спасибо огромное. Обеспечение у нас тоже. Все, что мне назначили, я ничего не приобретала. Сейчас в диспансере 20 коек дневного стационара, 60 круглосуточного. Раньше было на 10 коек больше. Но, несмотря на сокращение, с потоком пациентов центр справляется. Нехватки мест нет. Правда, главный врач диспансера отмечает рост числа больных диабетом. Ну, рост наблюдается, конечно, да. У нас вот детей за 18-й год было взято 23 ребенка. Естественно, увеличивается рост взрослого населения тоже тем самым. Такого никогда не было, чтобы детей 23 человека мы взяли на учет за один год. Марина Федарова заверяет, центр готов оказать квалифицированную помощь каждому, кто обратится. Готовы здесь работать и со всеми жалобами. Члены УНФ, в свою очередь, отметили, что визитом остались довольны. Авторы жалоб по итогам проверки штаба получат ответ. С риском для жизни на нескольких оживленных перекрестках улицы во Владикавказе нет светофоров. Из-за этого часто случаются аварии. К примеру, перекресток Весенняя Гаккаева. В прошлом году на этом участке произошло ДТП со смертельным исходом. Кто и по каким правилам должен устанавливать светофоры, узнал мой коллега Хеток Плиев. На этом углу никогда не было светофора. Это пересечение улиц Зураба-Макаева и Корцинского шоссе. Как раз здесь находится и конечная 77-го маршрута. Водители говорят, мало того, что тут есть только знаки главной и второстепенной дорог, так еще, по их мнению, разметки на углу сделали крайне неудобно. Им приходится ездить до спутника. А если кто-то все-таки развернется на перекрестке, то будет платить штраф. Если, конечно, это увидят сотрудники дорожно-патрульной службы. А нам надо на спутник идти и оттуда разворачивать. Понимаешь? Сразу заехать, да. А так не получается никак. Еще мне что сказать. Я сам себе. Каждый раз мы штраф платим. За что, за каком основании. Такие проблемы, как на углу Макаева и Корцинского шоссе, есть и на других улицах. К примеру, перекресток Весенняя-Гакаева. В прошлом году здесь даже была авария, в которой погиб водитель. Еще более проблемный перекресток есть прямо у рынка Викалина. Это один из самых оживленных участков дороги во Владикавказе. В день здесь проезжают сотни машин. Но светофором этот перекресток никак не регулируется. Пешеходам и водителям это доставляет массу неудобств. Решает, установить светофор или нет, администрация местного самоуправления. Чтобы установить один, нужно порядка 320 тысяч рублей. А на перекрестке их должно быть минимум 8. В МС говорят, жители тоже могут обратиться к ним, чтобы установить светофор. Тогда на место приедут работники Управления транспорта и дорожного строительства местной мэрии, чтобы убедиться, нужен он или нет. Установка устройства светофорных объектов на улице, на пересечениях улиц, служит для снижения аварийности на данных участках, как одно из мероприятий, вернее, для снижения участков. В случае, если это мероприятие в основе анализа подтверждается, оно, само собой, включается в план работ и реализуется уже. Чтобы перекресток признали участком с высокой интенсивностью, там за час в одном направлении должны проехать 600 машин. Углы Макаева и Корцинского шоссе и перекресток у Виколины как раз из таких. Это проверили еще и работники госавтоинспекции. К слову, они тоже следят за состоянием светофоров. В ГИБДД рассказали, в этом году поставят светофорные объекты в трех местах. Опасные перекрестки на Виколине и Корцинском шоссе в списке. Еще в двух заменят старый, хотя, признаются, нужно менять еще. Также есть места, которые тоже без внимания остаются. С нашей стороны, в ходе повседневного надзора, мы выявляем такие места. Они есть. К примеру, можно привести Васуабаево, Красногвардейское, тоже необходим светофорный объект. Бутырина, Томаева. Мы направляем, в свою очередь, информацию в администрацию города. А уже в администрации должны принять решение. Поменять старые светофоры или установить новые. Сейчас во Владикавказе работает 117 светофорных объектов. Из них 47 старого образца. Их тоже будут менять, уверяют в мэрии. Но на это нужно время. Видео, где маленькая девочка поет в стоматологии, набрало десятки тысяч просмотров в интернете. Десятилетняя Лада Шаталова так решила поддержать своего отца во время неприятной процедуры. Пользователи интернета окрестили девочку «зубная фея». Сама Лада хочет стать настоящей звездой эстрады. С юным дарованием познакомилась Генрия Талбегова. Это видео покорило пользователей ОСНЕТА и не только. Маленькая зубная фея. Именно так называют теперь десятилетнюю Ладу Шаталову. Девочка поет для папы знаменитую итальянскую песню, пока ее отец сидит в стоматологическом кресле. Так она пытается приободрить своего папу во время болезненной процедуры. Папа сидел какой-то грустный. Он говорил, что у него болит зуб. И мама ему сказала, что надо поехать в больницу. И когда врач сказал папе, что не волнуйтесь, я решила ему спеть, чтобы он успокоился. Да, у него прям расслабилось все. И лицо, и все, и зубы даже. История в стоматологическом кабинете закончилась благополучно. Зуб удалили. А импровизированный концерт Лады обсуждают до сих пор. Родители девочки этому даже рады. Говорят, поддерживают талант дочери и мечтают увидеть ее на большой сцене. Во всем помогают. Талантливый ребенок и хорошо поет. Просмотров очень много было в инстаграме. И вот после этого ей как-то заинтересовались. Пытались я ее в синюю птицу, чтобы она там себя показала. Пока результатов не было. Вокалом десятилетняя Лада занимается последние четыре года. Исполняет эстрадные, народные песни и учится играть на фортепиано. Говорит, ее музыка помогает окружающим. Вот, например, какому-то человеку грустно, я беру и начинаю ему петь. Ему становится легче. Он прям так прислушивается ко мне. Я хочу стать знаменитой певицей и поехать в Италию и петь там. К своей цели Лада идет решительно. В музыкальной школе имени Чайковского занимается практически без выходных. У Лады уже внушительное количество грамот и наград. А городские концерты уже давно не обходятся без ее участия. К этому часу у нас все. Спасибо за внимание и до встречи.